Произошло событие планетарного масштаба. Грандиозное событие. Игрок, который стал легендой мадридского Реала, покидает клуб. Португальский форвард Криштиану Роналду перешел в Ювентус. Да, этот трансфер не превзошел переход Неймара, и Роналду не стал самым дорогим игроком в мире. Но сумма его перехода тоже солидная. Более 100 миллионов евро. Перешел он в Реал, напомню, из Мью в 2009 году. И начиная где-то с 2012 года, поступали чуть ли не ежегодно сообщения, что Роналду собираются уходить. И вот запомните этот день, это произошло. Он теперь будет играть в черно-белой футболке Ювентуса. Кстати, на нашем канале есть видео под названием «Сколько раз уходил Роналду». Я утверждаю, что этот трансфер выгоден ПСЖ. Сейчас докажу. Сначала клуб выманил из Барса Неймара за колоссальные деньги. Потом клуб усилился Буфоном. Я долго думал, зачем им 40-летний вратарь. Пришел к выводу, что они просто купили его имя и в очередной раз подняли свои акции и стоимость клуба. Но Буфон, который завершил, казалось бы, карьеру, переходит в ПСЖ и первым делом заявляет, что хочет выиграть клубом Лигу Чемпионов. А на это у него есть год, но максимум два. И тут нужно вспомнить главную цель ПСЖ. Их катарские покровители хотят выиграть этот турнир. А чтобы его выиграть, нужно что? Правильно, ослабить испанские клубы, которые доминируют на европейской арене. А также после грандиозных трансферов в ПСЖ мы убедились, что парижане не жалеют на Лигу Чемпионов денег, ходят во клуба большие финансовые возможности. И после покупки Ювентусом Роналду им этот переход стал только на руку. Ну и еще вспомним уход Зидана из Реала. Куда он собирался ехать тренировать? Правильно, в Катар. Теперь пазл логично складывается. Из Барсы выманили Неймара, из Реала Роналду и Зидана. К Месси подступиться, конечно, тяжело. Поэтому, предположу, возьмутся за Суареса. Кстати, уже были сообщения, как будто бы Неймар хочет, чтобы вместо Кавани парижане приобрели Суареса. Вот вам еще одно доказательство. Вот так вот ПСЖ и Ювентус расшатывают Ла Лигу. За какой-то год они поучаствовали в уходе двух звезд из этого чемпионата. Можете с моей теорией, конечно, и не соглашаться. За Роналду прилетел в Грецию, где отдыхал португалец сам президент Ювентуса. После чего было понятно, что сделка состоится. И она состоялась. И зарплата удовлетворила Роналду. Сообщается о 30 миллионах в год. А его контракт будет рассчитан как минимум на 4 года. А что же делать теперь Реалу? Клуб за последние годы не очень активен на трансферном рынке. Но теперь им после ухода Роналду нужно раскошелиться. И выкинуть значительную сумму на покупку у знаменитого игрока. Возможно рассматриваются варианты с Гарри Кейном, но зачем ему это? Он с почетина сам обыгрывал Реал и способен выиграть с Тоттенхэмом трофеи. Возможно Реал возьмется за Левантовский и МПП. Но вряд ли. На мой взгляд Реалу нужно купить молодого таланта и обязательно он станет звездой. Все, кто попадает в этот клуб, становятся неизбежно таковыми. Кстати, у Реала подписан бразилец Венисиус Джуньор. Ну ему пока 17 лет и он перейдет в Реал только в 2019 году. А пока что нужно искать, кто же станет новым лидером Сливочных. Как вы считаете, добьется ли Роналду успеха в новой команде? Смотрите рекомендованный ролик под названием «Самые колоритные болельщики чемпионата мира». Оцените это видео. Услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok